В соответствии с правилами русской орфографии, пунктуация слова с приставками, оканчивающимися на согласный звук, изменяют следующую за ними гласную и наи, при этом и может находиться. Как в корне слова, так и во второй приставке. Например, история превращается в предысторию, импровизировать, сымпровизировать, приставка из в слове сызнова трансформируется под влиянием приставки эсвоз. Казалось бы, это правило универсальное и распространяется на все слова, но... В русском языке нет правил без исключений. Что и подтверждает расхождение во мнениях и написании слова «взимать», «взмыть». Энтон Пепеп. Текущая литературная норма относит «взимать» к словам-исключениям. В нем гласное не меняет своего звучания и написания под воздействием приставки «ос». Исключения относятся только к данной словоформе. Во всех других вариантах идея изъятия подчиняется общему правилу, например, «изымать». Толковые словари Ушакова и Ожегова признают в русском языке только одно слово «взимать», толковый словарь далее оперирует двумя словоформами «взымать» и «взымать». Данное обстоятельство указывает на тот факт, что исключение с неизменяемой для этого слова сформировалось в последнее столетие. До этого «взымать» прекрасно подчинялось общему правилу и использовалось как в разговорной, так и письменной речи. Фактически «взымать» в современном русском языке является устаревшей формой глагола «взымать», имеющей одинаковое с ним лексическое значение взыскания, сбора с кого или чего-либо чего. Именно Даль не уточняет, но как раньше, так и сейчас этот глагол используется в передаче идей взятия налогов, дани, штрафов и тому подобное. Изменения иные прослеживаются также в следующих устаревших конструкциях. Взыматься – в значении противиться или быть взимаемым, взым-взятка, взыматель-сборщик, подотей, взымало-рычаг для подъема. Устаревшие слова в современном русском языке используются преимущественно в художественной литературе для стилизации повествования под определенное историческое время. Вышедшие из обращения формы можно применять в разговорной речи, но при этом надо учитывать то, что для современного человека они могут звучать непривычно. На письме от устаревших слов лучше отказаться. Особенно на фоне существования более новых форм. Соответственно, не будем терзать умы и уши наших современников и будем говорить и писать взимать. Озвучено Яндекс Спичкит. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Всем пока.